Продолжение следует... 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 не стоит показовать, чем меня удивило в свое время эту книгу. Тимати рассказывает о страшных периодах XX века, когда по Европе, особенно эти земли называют кровавые земли, он хотел ввести этот этаж как термин, но заставить его метафору кровавой земли. Происходило массовое уничтожение людей, причем мирного населения. Что вот это интересно, то есть в то время это были две войны, но другого это интересует мирное население. Здесь еще много, очень много, цифр, количество людей, ссылок. Опять же, об этом рассказывается про историю. С одной стороны, это как бы исследование историческое, серьезное, хотя есть как бы замечательность там на малопривычных источниках, мало аркева побольше, скорее уже на узорозном исследовании. С другой стороны, это лица Туркассицы. Оно и начинается как этот мальчик в опоре, с какой-то такой историей, очень печальной, который потом будет ввод в эту книгу через какую-то историю какого-то мальчика. Без египет, не называя его египетами. И третье, что мне кажется, что очень интересное в этой книге, что в конце, когда он заканчивает рассказывать о всех этих массовых убийствах, масса египетных людей, по главному, он начинает называть ряд героев, которые проходят в этой книге, называть их поименному, по-говорическому, в каждой земле. Цифра, которую мы читаем, это была уникальная жизнь. Совершенно непонятная, незаслуженно погубленная, просто из-за каких-то идеологических причин, в которых еще государствам это было не нужно зачем-то. Ну, Гитлера и Сталина приводят, например. Понятно, откуда в историке приводят одинаковых злодеев для одинаковых государств. И что еще для меня интересно, это важно, то, что он берет все... Понятно, много трагедий в этом периоде, но обычно отечественные историки, они берут больше то, что их интересует, скажем, правильно? Волгомор, уничтожение евреев, Павильяр. Поляки, больше говоря, о своем и над сетью евреев. Белорусы мечтают о СССР, и там Ленинградская блокадная здесь тоже упомянута. Он берет вот единую историю, просто историю страшных трагедий, которые происходили, и пытается разобраться причем. Не знаю, насколько у него это получилось, причем как легко можно было уничтожать 14 миллионов рублей жизней, можно было легко уничтожить просто так, ради каких-то идеологов. И на это очень важное дело, и то, что заканчивалось таким вот, такой главой человечески, не надо сбывать, что за цифрами, за этими огромными цифрами стоят люди, со именами, со своими интересами, со своими, не знаю, привычками. И вот, наверное, что надо сбывать. Наверное, эта книга была рассчитана, вот такая, конечно, наша гомантистическая, рассчитана на то, что вообще бы вот, как бы задумались, вообще, о правом диктатуре, ну, похоже, не очень помогает. У нас в первом веке тоже всякое происходит. Ну, такая книга должна быть. Вот на этом программе все. Спасибо, господин Владимир Владимирович. Спасибо, господин Владимир Владимирович. Теперь мы начнем с дискуссию. В поговорении этой книги, на самом деле, мы не говорим только о книгах, а о 19-м дискуссии. Мы говорим о истории, который пишет в истории ХХ столетия, в истории Второй войны, и стыкает себе победной программой. И я заброшу, безусловно, вопросов, я не знаю, я бы пока реагирую. Я бы, если, я бы, если, вызвучи на то, то, что беда достаточно науки, а на самом деле, соцсумничея нашими словами. Ну, значит, я бы, если, я бы, если, вызвучи на то, то, что беда достаточно науки, в истории книгах, мы могли бы поговорить о питании о реабилитальности истории, о том, что это пишет, о том, что это направляет о широком аудитории. Потому что темы, которые порушивают тему технического области, это те питания, те проблемы, которые оценивают широкую аудиторию, причем практически в усяном захватном свете, включающих и большинственного простотеатра. Ну, можно сказать, большинственного будущего СССР. И, в основном, про те, насколько это интересное для широкого аудитории вопроса, и, в том числе, насколько большинственная история, как академическая история и операция писать очень популярно, свидетельствует те, какая большинность научного, популярного, публицистического инфектора и пропагандистического продукта, трубованного или видеопродукта, что разъединяется в этих тематах. Ну, и, в основном, какие ж выклики строительства истории? Величезное питание истории, который пишет о массовые убийства, особенно о массовые убийства истории. И, в основном, как Голокост и Геннадий Центролин. Он не ближе до тех миллионов, которые находились на фонтане. Историки, которые впервые популярны писали, стыкаются с другим образом, чтобы того, каким образом он реагирует на науковом продукте, его организовать. И тут большое вопрос о том, какой аудитории он пишет, аудиторию в какой стране он пишет. если говорить о теме Снайдера, в этой книге он пытается уникать изъявы недоуковой публикации. Когда он пишет, чтобы обратиться к книге, можно увидеть, что он старается на публикованную документу и академическую историю. Если говорить о истории, которые находятся в Украине, академические книжки много меньше, чем в Соединенных Штатах, то историю осталось неужим до многого продукта многого сложнее. Я могу сказать, что я написал очень злый отрыв в и институте в чтобы быть чистыми публицистами и отдать на то, что вы думаете, что я могу вам дышать. И, в основном, тут, в очевидении, важливые две тактики реакции. Одна из них, более характерная для захвата света, для захвата экономической культуры, и это, в основном, та тактика, которую выкрустовывает темы теснами. Когда он пишет книжку, он махает застереживать себя на новом поведении. Когда он пишет свои эссе на New York Review Blogs, он позволяет себе наработать на 20 публикаций. Когда мы чувствуем, что вы живете на этой стороне, рассматривая пожирность в читательном средствах манюберативных публикаций, и по повном море по столицей репрессии, и по Holocaust, что не дает жодное сравнение с тем, насколько мало поширенным в заходе есть идея сбережения по господу, и идея экзактергии с юридической культуры. Мы видим, что тут историк просто не может снимать подобные тексти. Мы, в основном, те, каким чином в Украине реагируем публичный историк. Историк, который занимается беззапным столетом, особенно трагедиями беззапным столетия, смущенными культурами и культурами. У них намагаются описывать обоговори на обоговоре на концерт, просто распределяющим академическим и позаакадемическим способом. Один из одного обоговоряющие праці своих коллег-исследов, другой из двух обоговоряющие праці аппаратистов. Примог можно увидеть книжки Костянов, который был в описании к видео, я Костянов, ваякун и другом в Лауре, в Паткортинице. По книжке Костянов, который был в описании к видео, в описании к видео, в описании к видео, про выставление, по стереографии, в истории сущности Украины. Мы видим, что мы работаем на тексте. И мы видим, что в Украине, если правило, есть историк, если историк может возложить на отдельные разделы в своей книжке, он очень живый, который написал свою колемику с теми коллегами с КВД, которые оперуют академическими нормами. И когда мы видим его колемику с теми журналистами, с теми журналистами, про механистами в чистом виде, или механистами в виде термической новости, по формально интернете на академическое средство, мы видим, что нужно это разрушать, и все же таки необходимо работать. Потому что если не будет реакции от экономической общественности на подобные публикации, они просто подбавляют информационные публики по цикле. Мы сам приняли победу по историкам, для историками, которые больше не функционируют в экономических основах на цикле, но с богатых циклах, мы не хотим. Они не так называют. Они не так называют. Они не так называют. Добрый вечер. Дякую, что пришли. Мы очень рады выступать все стены, и поговорили с вами с Полиной уже очень много поговорить. Я тоже, Полина, повторюсь. Ну, почему я тоже старалась, так что это… Ну, первое, все тут звучало про книжку, саме про це питання. Как на меня, артиза звучала, чому, власне говоря, не робив снайпер апгрейд, апдейд. Как пророкнуть всі ці книжки, споглядаючи за кар'єрою, за тим, як лише Тім і що він пише, де він публікує, з якими тою він публікує певні свої книжки, статті чи якісь прошури, бачу, що Тім робить такий апгрейд своїх поглядів у наступному. Тобто, якщо ми подивимося на кривальні землі, тут приблизно десь, ну, я можу помилятися, ну, про донання десь третина, ми можемо програмиюватися, плюс-мінус тема, посвячена самому волонку. І десь пару років тому він написав книжку, яка була посвячена самому волонку. Дейві, власне, короче, виклав свою тезу в більш широкому контексті, які були тут на вписанні. Мені десь снайпер робить такий прогрес, або, чи як це можу називати, наступній свої книжці. Я, як історик, який досліджує Болокост, і це ми хочемо сказати, що, взагалі, в нашому гуському полі не дуже завжди, як би сказати, акцептабельно порівнювати Болокост з іншими трагедіями, які відбулися в ХХ столітті, 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 в ХХ столітті. Моя особиста позиція така, що тут не має бути жодних табу, тобто можна порівнювати, що з чим і як завжди. Тут просто питання в тому, щоб не було певної інструменталізації і реальталізації певних історичних процесів, які відбувалися в політичних облігах, в політичній ситуації, яка є там, і є про них кон'юнктура. І, до речі, в написанні знайдерами бачимо, що, в принципі, політична кон'юнктура добре чи погано, але вона присутня. Особливо в останніх, також, чорна земля. Тобто це відчувається. Але до плюсів цієї роботи і інших його досліджень – це, в принципі, дуже така вдала компаративістика. Тобто я, знову таки, людина, яка дуже про Голокост, бачу, що без, наприклад, знання тим, чим було радянське суспільство до війни, що на цих територіях відбувалося 20-30 років, чи за 2-3 роки до початку війни Німецької окупації, чи Уминської окупації, чи Угорської окупації, дуже важко зрозуміти, наприклад, мотивації тих веселих християн, тих мусульман, які почали вбивати своїх сусідів євреї. Тобто тут треба йдуватися на соціальні контроли, на їх життя до війни, до вихіди і так далі, погради і так далі, що зрахували мене вітера прайс, радянської влади і багато-багато таких аспектів. Тобто тут плюс, мені здається, в цьому ключі. Але я, наприклад, так, щоб я видавав таку книжку, я думаю, ще і будуть перевидавання. Мені здається, дуже вдало. Колись, пару років тому, видали книжку Омера Бартова, «Erased, Sterdy». Там цікаво, що цю книжку видавали, і з додатком рецензії, рецензії вже написали в Україні, і поза Україною на цю книжку, що це було б дуже цікаво. Тому що ми знаємо, що і в самій Україні, і на Заході... Ну, звичайно, можна, окремо книжку, взагалі, додавати з рецензії на тіма. Це вийшло б, мабуть, багатотомною. Я так думаю. Але, в принципі, це було б такий цікавий дискурс. Дискурс того, що пише Снайдер і як ці огляди змінюються, в залежності від політичної ситуації. Наприклад, на творче Снайдера дуже сильно поглубила ситуація в Україні, як під час 2014 року. І це, якось, по крісті «Чорна земля», «Чорна земля» видно, як би, неозброєним двоком, як кажуть, так? Наші сусіди. Це видно, де там, наприклад, мені здається дуже зручні порівняння Гітлера і Путіна. Чайно Путін далеко не демократ. Ми твердо кажемо, як його злочину невідомі, там, і в Чечні, і в Грузії, і в Україні сучасні секції немає жодних якось меків. Але, в порівняти наприклад, путінські режими наційспоніменщини, ну, перегрошую. Це некоректно з моєї позиції. З перегрошення, і, як на мене, ця книжка, як і більшість інших книжок Тіма Снайдера, в тому числі і «Чорна земля», і, як на мене, така дуже вдала, далі проєктала книжка «Досропація націй», саме вдала, з моєї позиції, його книжка. Грає саме оцю роль. Роль поляризації, роль просвітництва, «Лапках чи без лапок». Бо ми знаємо, що нормальні люди, не історики, не будуть читати великі всі книжки, великі всі посилання. Нормальні люди, «Лапках чи без лапок» будуть купувати наукові історики, наукові журнали, читати їх не своєрідною мовою, або з англійською, імельською, бриткою, французською, і так далі. І, в цьому ключі, роботи «Смайдера» є дуже корисні для людей, які хочуть дізнатися трошки більше. Але, з іншої сторони, якщо саме українська ситуація, в якщо ми заходимо до той або іншої книгарні, наприклад, в Україні, як у Харпері приходить, це, саме ми бачимо, це моя позиція, ми бачимо брак якісної, резервницької книжки, як я так кажу, ми маємо добрі переходи наукових виходань, які там на западі виходили, і ми маємо такий, перепрошую, шлейф пропаганди, який там кулює, тобто, спілкаціональна пам'ятка, який навчить людей, які афільйовані цим інститутом, які мають якийсь спрощений горатив, націоналістичний, національний, які по іншому можуть там за владою і формулювати, як ви вислили, як ви вислили. Є певні інші видання, наприклад, те, що робить сторіччя правля, ось це був поганий етернет-портал, а те, що я зараз, моє товаро, не подобається, видає її цікаві, що робить, але якість, певно, мені дуже не подобається. Тому тут є проблема, є така дилема взагалі, де в Україні якісна, популяризаторська книжка. Я, наприклад, яка людина намагається бути в стороку, але тут є певна небезпека. не тільки наукові дослідження, якісь такі великі товсті, чи не товсті, чи такі сумніги, розбагалися з посиланнями. Але намагається, наприклад, блоків, зарахунок блоків, я також намагаюся, що зорогу цей публіку поліонизувати, але щоб це було якось більш спрощено. Але тут є певна небезпека. Певна небезпека того, що ця публіцистика може призвести якусь позитивну напрямку, негативну напрямку. Бо публіцисти, як такі, не завжди є, не завжди, це я підкресюю, не завжди є добре підготовленими, наприклад, з робот з черелами, з літературою. Це дуже такий добрий приклад, це те, що сталося в Литві. З публікацією книжки «Рути Ванагайте» наші, або свої. Людина, яка посиділа там, як вона каже, рік в архівах, вона пізнала всю історію Голокосу в Литві, почитала там 3-4 книжки, не знає німецьби, не знає нійдуші на євриту, і вона тепер відчула себе як спеціалісткою зі цієї теми, написала щось книгу, я сам це був за цезю, не щитав меню, скоро не буде про Глутону, але людина, яка, воно кажучи, не вміє працювати в архівах, і вона допустила одну помилку, говорять про літера «Партизан» литовських в річ, тобто, що вона свиробітничала з радянської влади там з рокового року, і після того її цієї помилки, тобто, вона просто полінувалася читати всі документи до кінця цього справу, вона відкрила там п'яту сурінку, а там п'яту ріпру така цієї справа, і все, якби вона закривала, окей, свиробітничала. Це яким підважило те, що вона писала, я вже не кажу приєкті з цієї книжки, тому що вона дуже такий щодигає, дуже невисокий, як на мене. Тобто, тут проблема, що публіцист, людина має все ж таки займатися цими цими речами, публіцистичні ці речи, має людина, яка розуміється на цих питань, тобто, яка має певний екран, яка працює, яка знає, що такі джерела, я перепрошую, як їх аналізувати, як їх верифікувати, як їх вставляти, ну, це якби перший курс середового факультету, так, будь-якому в Україні, і так далі. Тобто, тут такі моменти. І нас останнє, 15-15, 15-15, з першого, окей, з першого того, як реагувати взагалі, як реагувати на ці ці речі, ну, як на мене, тут в Україні важко провести, скажімо так, тобто, я думаю, що в певних моментах професійні скорики мають реагувати на певні високи, на певні комплікації, певні речі, які, скажімо так, або заперечують, там, блок-пост, або щось в цьому ключі. Але в певних моментах, мені здається, має працювати просто, як судова система в Україні. Тобто, якщо це, я думаю, не бальнувати жодного якогось, жодної опції дискутувати з відвертими нео-нацистами, так, або з відвертими пропагандистами, якщо воно навіть, там, право, то це буде, як би, розмова двох світів. От, ми поговоримо, там, горську мову, вони говорять фійську мову, і все, ми поговоримо зараз до різними мовами. І в мене був дослід в цих сінах також, в дискусії з ДНР в Україні, як ми дві години, через які ми там говорили, і це було відчуття, що як ти був корище з столом, то нема, нема жодного діалогу. Нема жодного діалогу в цьому всьому причині. Тому, в принципі, якщо певні речі публікується в якомусь журналі, який наближений до, там, Міністерства освіти, чи це дуже популярне відоминство в Україні, я думаю, має право відрагувати. Якщо це робиться в якомусь там, в інфертовому нацинському сайті, чи в якомусь такому ключі, то тут, тут має працювати, і працювати, іншого, а не поліція. Дякую. Дякую Юлію. Ми прийшови, колеги-пестерентів, наших дискутантів, і тепер я не віддав. Ми надмисно зробили, наскільки це все тримало, щоб і дана можливість є присутній, висловити свої коментарі. Останок є запитання. Будь ласка. Запитання, коментарі, думки. Дякую. 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 В прошлом году представитель Сергея Кельчика, который постановил послевоенному Киеву, и ведет переговор, наверное, за 19-й год Сергеем Михайловичем Кудниг, который директор Украины, только Кудниговым книг последних тоже будем издавать. Так что третья книга идет от Осьянова и Баби Яг, несколько шутей там зайку. Если кому-то интересно, можно потом пойти и посмотреть эти книги. Да. Доброе утро. Можливо, мы с ним наступаем все? Можливо, наши комитеты, которые хотят рассказать о теоретике, когда мы вам прокомментировались? Можливо. 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 Можливо, я хочу рассказать о 2011 году, когда я впервые приехал в Кировалочадку Польши. Это была как раз весна 2011 года. Квятин месяц. Тот в травмной визит, в примещении, я могу поберегать, что здесь как раз был музей Полін, но здесь как раз был. Я походила по результате книжки Снайдера, как раз польскую новую. Я помню, что там вся Варшава, ну и вся Варшава цена ГРП, в Каспаде было еще три единицы, 14 миллионов забитчиков и так далее, и так далее. Вот как раз так дома фраза, значит, за вступом слайда. С другой стороны, я как раз проградую, я десь пару роков дома, я просто на одном семинаре, значит, он английский называется написание истории, но только наратива. Hard difficulty, making a story, making a whole history. Я как раз в рамках этого семинара работал, мы работали, у нас была такая группа, где-то 20, так сказать, все, 40, там, политологов, людей просто, которые были интересными. Мы делали такой тур, мы делали поездку, значит, мы ехали из Вильнюска, из Витвы, до Минска. И мы делали в Вильнюску, это как раз в год, когда эту книгу вы на ГРП публикували, в самом контексте публицистики, мы делали, что мы делали, что мы делали, что мы делали. И мне задалось, что когда я был в Вильнюсе, там есть такой известный дом, я боюсь свободный, но все из свободы, бороться за свободой, который как раз керует Центром Дослужения Геноциду и резистенцией жителей и жителей, которые в контексте этого Даблогеносайд, в контексте этого поревняння братьянских и резистенциальных злочин, активно критикуют в Литве. И, как на меня, это термин «геноцид», как такие геноциды в Литовской Украине. Мы здесь достаточно не вдало, в связи с тем, что мы делали, как радянскую владу, и в 42-м году, в 42-м году, в 42-м году, в 42-м году, в 42-м году. Но что меня удивило, и приятно удивило, что в этом музее, это музей достаточно критикует за то, что там есть, где героизуются, и активизуются спротив антирадянских, и спротив будут после войны, в 44-м году. Я думаю, что это цифры, которые делали спротив радянской влади, были бы люди, которые коллаборировали с нацистами в 41-м, в 44-м году, а потом пошли в лес, или, возможно, они пошли в лес еще до, скажем так, приходу радянской влады, и это была частью аминсистенции нации Владовской и пришла уже резко к этому. Катерпулировка является тем, что там есть выбирные имена выявленных людей, и часть антирадянских людей реально или иритуально выбрали мусье волокостки. Но что мне было приятно это видимо, это мультивность литературы, для страны местной, как публицистической, как на такой брошюра, про Волокост, как в Литве. Там я очень активно был дозволованный и впорадованный, когда в прошлом про Вильнюсское гетто. И там достаточно честно и популярно говорится и про участь повстанцев лета 41-го года, и про участие в рятувании Латовского, уже после того, как Тимчасовый Латовский Уряд про немецкий был прослушен в 1741 году. И про участие Латовской полиции в батальоне в знищении евреев, и про еврейские подпильня, еврейские партезали. Я думал, почему в Украине так не было, почему певные структуры, например, УНП, которые пытаются вернуться в сторону истории благоустройства, те же кубликации из истории Баблова, я в этот момент практически ставлюсь. Но это не проблема, почему у Украины так не было. Люди, которые имеют это первые речи. И это вопрос, например, чьи эти брошюры, чьи эти выставки, потому что там еще была выставка в 2016 году, была выставка «Права по глупотам», где также были и плечи этих людей, и призвищи этих людей, которые из местных христиан, которые коллаборировали в различные своих местных, которые были в основном подкреслею сусідей евреев. В общем, это вы также сможете решить, когда он пишет «Права по глупотам, как у христиан». Евреи также в некоторых местах Европы еще доброго года до этих христиан. Это было бы не так, как у христиан, а про какого-то, 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 какого-то. Это для меня заключается таким вопросом. Ну и, в основном, схема, которую историки делают. Историки – это не физики, это не информатики, это не химики. Мы, как историки, как мы объясняем, мы имеем право на такие певные концепции, на такие политики и так далее. То есть, как у меня эта схема, именно в «Bloatlands», она немного, как у меня така, где меня не понимали, почему именно эти территории. Потому что у меня даже мапы, на этой исторической истории, где есть изображение именно эта территория, а потом интересно, что Снайдер работает, например, с депортацией по 41-м году. То есть, он берет и «Глотомор», и «Реврессии», так сказать, он берет и «Нацийскую футбасию», в контексте «Нацийской футбасии», он берет и «Голокост», он берет и «Истичные войсковые поломени», он берет и «Хоккельфляр», он берет и «Антепартизанские акции», и эти речи в контексте. Для меня было интересно. Он пишет также про депортацию, в 2004-м году, «Поведомость Крима», «Ханских татар», «Кримских греков», «Кримских греков», «Кримских греков». В 2014-м году, в 2014-м году, в 2014-м, в 2014-м году, было депортовано еще один город. Это было депортовано Карачаевцы, были депортованы Балкарцы, было депортовано Чеченцы, было депортовано еще еще, ну, не еще Чеченцы, не началось, когда были в войнах Калмыки. И в этом, мы также также вспомним про депортацию сентрогренического Кавказа. Цікаво, что, в принципе, те же самые ситуации, те же самые судьи, вновь была вся такая же экубальна в Кавказе. И тот же голод, и те же опрессии, и тот же голод. Немецкая армия дешла до Индушетии, до территории сейчас, но она не дешла уже до Ангон-Крив-Россов. Но, фактически, частина Кавказа была в немецком. И там не было в Кавказе, и была монография Кирилла Теферман, который сказал, может быть, почитать все эти процессы. И мне так вот интересно, что, например, Сталер не включил Коммуничный Кавказ и Кубань, значит, на все эти территории. За Кавказе включаю, например, на Ленинградскую область, там все территории Солонской области, все всякие. А Коммуничный Кавказ, значит, и Кубань не включает. Хотя там был страшный Голуб и Голубос, и все эти процессы. Например, представитель Сакарпаттия, так же самое, когда Карпаттия в Кавказе, Карпаттия в Кавказе, где этот концерт, который тут закрывает, конечно, с подвейной окупацией, который раскрывает, конечно, больше всего, с тем «Чорная земля». Вот это подвейная окупация. Реализация против аренеянского кавказа. Он посилил эти антиеврейские погради, сантименти среди местного христианского населения. Это это подвейная окупация. Но нет, например, такой ситуации с Симурой Сакарпаттией, которая изменила так много режимов в тот период. Это был в начале контроля Чехословачии. В начале 2019 года была Чехословаччина постмюхенская, когда Закарпаттия получила автономию. Словаччина получила автономию, и там пришли доклады гимки, это про немецкая группа. И в Закарпаттии также пришла про немецкая группа Голошина. Это группа, которая ориентировалась на нацистскую Немеччину. Отверто, короче. Демократами они были. Это правда. И Карпаттия-Оссеча, військовое сформирование Сечи-Закарпаттийской Украины брало что-то в еврейском монастыне. Это не был такой высокий уровень, как это было в 1941 году. Но такие первые шаги уже были. Потом была угорская окупация, Голокост, потом была радянская окупация, что-то не окупация, что-то не окупация, но это было более агументирование. Те, за которые они делали, выбираясь на территории и так далее. Верночь вы, когда вы что-то сформулируете, что это с кем-то? Спасибо. Добро пожаловать. Верночь. Я просто скажу, что у ваших посадков с соседями все-таки ситуация в 2012 году, в 2019 году, и больше всего, в Польше, в 2018 году, в 2016 году, в Польше, в 2016 году, в Польше, которые были достаточно адекватные и популярные данные, которые были участвовать в политической информации в Америке, в Америке. Вечер у supported в Враганской комиссии в 2016 году. В 2016 году, в 2016 году, было бы на начальника в 2016 году. и сразу дальше ничего. И чтобы, скажем, судьбой, та, прошу, вы делаете это, у меня, вновь, до речи, вышла образ в Томско-нафринскую реализацию нового проекта, и мы пришли, но это лишь на эти инвестрации. Я и взял настретивы в школу национального учительства, потому что, они пострадали вверху вводить вот это для сочинения аудитории. И что же, если мы поговорим о не литовскомовье, то дать в этой сочинении, что я так же мав вирусы, в нем часто фанлипуются литовские и филистические фори в последующем в области, для которых в основном участие в литовом техническом ситуации в области. На литовом вирусом, когда мы видим, например, то же самое, то есть, большая часть белорусских компаний, большая часть АПК, и говорится даже о чем. Когда мы говорим, то говорится довольно таково, что во время эскалации АПК, или АПК, или АПК, то есть, например, и, то есть, то есть, что у нас не очень ответственность, что во время осуждения, подтвержденность в своей организации, а по сучасному сучасному, в Белоруссии, мы же в хрустане, полфорфик, полфорфик, даже на это, я думаю, тут мы видим, что в перехиде, влазно, для наших соседей, в мере среди инстематизации, как в основном. Но это очень хорошо. Спасибо. Пане Авгелевне, вы что-то сказали, что это очень много вопросов, это не публикастичная, может быть, много мнений. Вы говорите, что «Колитично» И вот, когда вы решили, что вы решили, что вы решили, что вы решили. Для тех, кто решили все окружающие штабы, что вы решили? Я все окружающие штабы, скажу лишь так. Я, скорее всего, не критикую за это. Я вспомнил все эти аппликации, и вся книжка, и, например, «Чорная земля» есть как-то мубляцистичная, где, как на меня, историк, не имеет права указать, что он думает о политической ситуации, но, как на меня, это тоже про Голокост. Я вспомнил, что вы пишете о политику память, о политических политических политических, на время Российской Федерации, пожалуйста, я не знаю что это как раз. Тут, как и большинство, есть «Евросовь и Сибирь», например, «Спчутие Украины», что это бывает хорошо, но я решила это в ракции, кто там не знает… Не знаю. Не знаю. В других ситуациях, когда он пишет сестра «Витого военного листа» это же статья про вину Німечни перед Украиной. И даже украинскую мову безручную прикладывается. С «Витого» или «Витого» была такая, что он говорит, что есть вина Німечни перед Украиной. Как из-за связи от христиан, евреев и мусульман. Независимо от того, что Німечина «завинила». Есть такой меседж, что Німечина «завинила» теперь Украину в другую ситуацию. Морально так это может заперечивать. Но в этом случае он, например, не вспоминает про участие селого христианского населения, и украинцев, и поляков, и россиян, и украинцев. Так, у нас також в Голокості. То есть у меня эту статью, как раз, которую вы портраковали с прочими. Потому что так, как вы украинцы. Понимаете, да? Это цикл. Мне кажется, что, конечно, человек может делать все, что угодно, в соответствии с законами Украины, где они живут. Потому что тут никакого злочину, изначально, нет. Это стихотворение. Но если ты говоришь про Голокост, то говоришь, что путин фашистский. То есть, ну, почему это происходит? Спасибо, Юрий. Еще раз вопрос. Ну, это историки. Ну, что касается, можно, не знаю, не вопрос, не вопрос. Что касается от этой статьи, это было его, из выступа его перед берлинскими, да, вот, в первой статье, что там, так, что он там говорил, и он там говорил про, ну, справедливо. То, мне кажется, что он уже там, в какой-то мере, оправдовывался, потому что с его жиркой руки, ну, пошло питание про украинских коллаборационистов во время геноцида. Чи нет? И, далее, как развитие, че есть в Украине, ну, в сучасной, скажем так, экономической научи, какое-то ставление от участи, ну, скажем так, христианских народов, в Украине, на суд. Представляете, возможно, но, нет, не знаю, как вы, сейчас обе. Ну, все, что я давно читал, то есть, ну, он поднимал, и в итоге в институте также поднимает вопросы, в участии, там, из села полиции, в помежной полиции, был гость, и он также больше это поднимает в «Чорных землях». Там и другие, за которые, например, его так критиковал Флойжер Вартов, умер Вартов, что, знаете, и у него, вот такой, из Снайдера, такой, удивленный тез, что это была двойная коллаборация, double occupation, double collaboration. Но, как бы, эта схема подходит, ну, возможно, под определенные регионы, в определенные моменты, в определенные моменты, в определенные моменты, но не в том, что там, коммунисты, большинство не коммунистов была в цих популяционных структурах, и он, при том, не говорит, про какие регионы это за заболеванием. Мы не поднимались вопросы, но, как у меня, профессионально, он не работал с этими делами с певоенными коллаборационистами, он так читал, что ему дали до тех, что ему есть исследования готовы. Вот. И он, соответственно, в этом ключе я думаю, вопрос, я не заметил, что есть украинская серография. Ну, не есть, конечно, украинские исследования истории области, но, как бы, это моя устаточка добра, может, кинуть в Маликаме, что-то такое. Я считаю, что, на жаль, украинскую школу Волокосту не склалася в Украине. То есть есть какие-то исследования, есть какие-то работы, но, во-первых, качество этих исследований на очень низком уровне. На жаль, большинство, я не говорю, все, есть какие-то, есть какие-то, но большинство исследований на очень низком уровне, это больше, что люди концентруются, на какой-то 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 феографический момент, и концентруются именно на моментах, в таком обслуживании стиле, то есть это это в основном високе. Отже было уже не могу, не могу, не могу, не могу, это главная проблема, как украинский икономический облакон, а до сих пор это как будто вы видите, где украинская наука находится. Это очень плохо. Но все, на жаль, есть исследования, но исследования, но она очень низкая. И, с другой стороны, большинство исследований, которые написали презентацию в истории Волокоса, мне кажется, 20 или 40 людей в Украине за эти 15-20 лет, но большинство людей после того, как они закончили свою работу в Академии как так было. Они пошли на эти бюрократические посадки, я вам пока знаю достаточно долго, непоганого, как для Украины и даже для Украины евреагарист пошел, как для Украины дослідника Волокоса из Нового Филипорта не буду называть его сейчас, и за инсертацию пошел и он еще 2-3 года ездил по стипендиям с запрошенной конференцией и в Украине в Украине контексте вопрос о очень 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 интересная исследование как должно измениться в университете на исторический исследование технологии по упаковке помогли продукувации исследования исторические исследования Я, в основном, выбираю историю «Северка Северка» в Космур, в первом глянце Академии, но я не имею цель «Северка Северка» – я имею цель «Северка Северка». У меня была на полиции сказано, у меня есть «Северка Северка». И, в основном, я бачу за работами, кто у меня написал «Подистостью работы» с историей «Северка Северка». У меня на этот момент написала одна студентка. У нее было очень долго, но она, так же, как рассказал Юлия, она пошла за кадрами в комбинации «Маземтор». 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 На счастье, у нее перебрали посліджение было лишь один рік. Ну, и, власне, как на меня, главный шлях – это учение для учебных школ для учебных, которые планируют обучать учебные 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 университеты. Это учебные 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 уч в которых руководствуется подъемный курс. Если руководствуют остальные зацикавленные, захопленные справа у руководителей, и руководителей, которые занимаются этим темой, а они занимаются их просто через то, что на него добавлено. То в шаге древних, возможно, через несколько лет, через 5-10 лет, появится 3-4-5 исследователей, которые, написавшую презентацию, вы решили оставаться в этом теме. Хотя очень большой шанс, а может быть, шанс на помощь академического исследования в Украине и на Западе, чтобы он продолжил свою академическую карьеру в Украине. Спасибо за вопрос. Вы проекоменовали конкретные исследования, конкретные темы. Я больше прою студиографию в Украине. Потому что я верю, что в подходе врагов будет идти. Я не с ним в подходе, я не с ним в подходе, будет исследование врагов будет идти. А, в основном, историография историй Холокосков доставили, принайменно, из историографии истории Холокосков, которая была несколько лет назад в Польше. И сейчас, хотя поскольку они продолжают проработать, сейчас много поскольку там западет. И боятся публиковать какие-то в Украине. Мают отдельные примеры. Свои, собственно, знаниями, польских холокосов и выкладачей. И боятся публиковать свои институты, как они думают. Вот, классная. Когда будет акробичная масса, и будет акробичная масса в Украине, уже было жарко в церкви. Когда писать, они писать уже добрые работы. Вот. Когда будет акробичная масса написать «добрый проект», тогда этот проект осуществляется пола в клиентном посвящем послуге. А, конечно, выписали свои институты, и этот проект осуществляется. Какие-то, я так понимаю, что это будет акробичная масса в Украине, в Ютубом Украине, в Украине, в Ютубом Украине, в Украине, в Украине, в Украине, в Украине. В Украине. Может, эта подготовка на самом деле не работает? Какие? Да. Я тоже временно проводился. Потому что не будет коммунистин по Френции, не будет Усенчина. Всего проводился подниматься. Подниматься в Кабартуру и в учебном-самбете. Ну, я вижу, что и есть институционная связь. Это происходит с Кравабки и Мольницкая. Академистом самым заданием Державный музей в Довгосту. В Джугошах. Чи есть еще вопросы? Такое вопрос. Чи можно доверять тому, что пишет все книжки, и вообще в Украинской стереографии, с приводом Великого террора, или Голодогора? Как я вижу, у нас все закончится тем, что просто остальные украинофоб, и просто хора людей. Украинофоб, хора людей. Такая теория. Украинофоб, хора людей. Я помню два слова до того, что было запитание перед цим. Украинофоб, коротко. Мне кажется, тут есть какой-то хит, особистый момент. Если человек интересен, если человек учится язык, если человек читает литературу, то есть личное желание. Например, в Украине есть такой термин «шино макомит», то есть местный мир, ну, в контексте конфликта. А она макомит, то есть работа над собой на месте. Если человек хочет подняться, она должна учиться самостоятельно. Учитывать книжки, учить мови, так далее. Если человек должен делать некие курсы, некие поездки, некие стажирования, поверьте мне, я вижу эти стажирования, это не допоможет никому, если человек этого не делает. Украина. Стримулятор историю нафи, в Голдемору и репрессии – это великий бой. Минцы, особенно так же. Скажем так, в Украине, если коротко, это моя, так называемая, так называемая последовательность, уровень исследований Голдемору, важный у вас такой период и трагичную историю Украины, всех нас в Украине, не только техническая Украинская, но и европейцев, поляков, и самому городу, пребывает на очень низком уровне. Я несколько раз в том, был на новой конференции, где собрали, я не буду называть «Мисто», не буду называть «Участность», это будет некая компрометация коллег, где собрали представники, как бы, всех этих вершков, этих исследований, этих исследований Голдемору. Я поднялся, послушал, я увидел, что уровень методологии, уровень исследования остался на начале 90-х. И, до речи, все эти моменты критикует, мне кажется, что-то, 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 это низкость, бедность, как правило, примитивность исследований и историографии Голдемора на территории Украины. И, что-то, это, что-то, 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 это, что происходит, это, что интересный факт, что эта книжка вышла вторая, вторая выходит украинская, а между первыми и вторыми украинскими питаниями было российское питание в Украине, и не было же российского питания в России. И теперь у нас есть что это не окуплю Россию, хотя и не всю, но, вдавало себе, что Россию ведется много, поэтому мало будет выявлено на это. Я не живу, потому что мы не будем говорить о субженской России. Я не живу, потому что слава богу России, и этот страх не знаю, но это самая позиция, чем занимает. Он постоянно занимает такую антипутинскую позицию, я думаю, что это правильно, я объяснил, что это за то, что он как бы критикует, иногда эта критика переходит в эти, скажем так, академические рельсы, я уже вспомнил о многих рельсиях. Я даже не знаю, чем мы взагалі были на долгий час в Росії, чем мы взагалі в Росії 1440, я думаю, что не в 50-50. Тому я думаю, тут политическая причина грая, прежде всего. И кроме того, ну, с этой позиции это тоже не видно. С этой позиции этого нарратива деликатичной войны, так называемого нарратива, который популярный в сучастях российских федераций, которые популярны в Республике Беларусь, который имеет определенную роль на территории Украины, так же. В принципе, его подход он деконструирует. Деконструирует этот нарратив. Друзья, которые немного переначали, туда немного молокостом влили. Я писал на сучастях России. Есть такие институции, например, такие, как фонд «Песертическая память», который учуя известный пропагандист Александр Днюков, который, в принципе, клепает с книжкой. Там и про Голгост Литвии, и про Голгост в Украине. Но это снова как-то инструментализация. А такая популярность актишка, мне кажется, не нужна по всему существу. Я просто не знаю, я сама смотрела сегодня, что книга «Полонизация в России», но я всегда, когда не знаю книжные арсисты, например, книги «Полонизация в Украине», они сейчас выходят в Россию, да, сверху отпускают. И более того, если мы говорили об этом, более того, у него вышла программа Европы, которые там вызвали, да, там была, скажем, такая определенная критика со стороны русских историков, но тем не менее, вы же, более того, они сейчас собираются сдавать злоподеленную террористику, которые еще более жесткие, книга «Полонизация». Поэтому я не думаю, что есть вопросы. Есть издательства, которые, когда туда выставлены, есть, скорее всего, техническая позиция. У меня вот такое ощущение, что я просто говорю, послушайте, что бы сказать. Это надо узнать. Ну, в принципе, издательства, которые готовы идти, там уже там, да, 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 которые готовы, и очень большая ответственность в таких книгах. Вот. И поэтому я думаю, что такое ощущение, что это, скорее, личное произведение. Ну, надо узнать, потому что интересно. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приглашаю в новой фокус. Я приглашаю в новой фокусе, в последнее время новой фокусе из Советского союза. И заинтересовала, я знаю, что они основали, что, если это происходит, если бы они не проявляли. У них выжили непростую фокусу. И, в общем, я все равно помню, что это в Донецк, и я знаю, кто там, кто там работает, и кто туда, когда пришел на Другую полпосту, это будет достаточно людей, которые готовят. В России есть остатный рынок фокусуальной экономической экономики, но в других моменте здесь, Снайдера, может ли, по крайней мере, еще юридичный астет, я не знаю, которого паня Боляненко скажет, для которого выполняется основа на российский переход для выдания в Украине, может ли, в целом, просто не практичают выдания российского в Украине? Вы бы это не смогли так. Да, мы, конечно. Это эксклюзивный вопрос. Все, что права не пунктует или нет, это не есть. Это государство, это взаимодействие. Да, но, собственно, мы видим, что угодно. Ну, мы начали, ну, да. Скажем, мы только в предыдущем. И Катьяна должна быть в России. Мы тоже. Да. На английском, на русском. Доброе. Если больше нет вопросов, я хочу поблагодарить участникам презентации и дискуссии, и всем вам, кто пришли. Дякую для наступления. АПЛОДИСМЕНТЫ